Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сейчас с вами займемся тестированием, в чем будет состоять наша задача. Итак, можно, конечно, мы написали с вами форму, позже поговорим. Можно, конечно, что-то там писать и пытаться протестировать форму обычным образом, просто-напросто заполняя. Это довольно безрассудное занятие и, по сути дела, трата времени. Я это делал с ребятами, почему? Потому что думал, уверен был, что им интересно. Но вариантов намного больше, чтобы форма наша работала. Поэтому мы научимся сегодня тестировать формы. Мы напишем два варианта кода, разберем параметризованные тесты. То есть, иными словами, такие же тесты, как если бы форму вводил что-то пользователь. Сначала мы напишем тест, где поймем общую логику. Второй тест, группу тестов мы напишем, мы протестируем все варианты формы. То есть, на этом, возможно, вам придется уделить со временем час времени, но на этом будет дело сделано. Не обязательно идти на сайт, не обязательно вообще работать с этой формой. Все надо делать в тестах. Зачем это делать? Запомните. Чтобы написать тест, надо понимать, что происходит. Так вот, тестирование для новичка даст возможность очень четко разобраться в жанре. Я сегодня это продемонстрирую. Почему мы с вами, когда напишем тесты, их запустим, что-то появится, исключения, мы их исправим, научимся читать исключения и так далее. Но для начала давайте разберемся с планом занятия. То есть, то, что делать, нам уже понятно. Я часто вижу вопросы, какие, как вообще изучить Django, как изучить Python. Цель этих уроков научить писать сложные сайты на Django. Обратите внимание, мы пишем очень серьезный сайт. Для того, чтобы сейчас не терять времени, здесь есть в описании ссылки. Я отдал ссылки, в том числе там есть, какой сайт мы пишем. То есть, первое видео в этом плейлисте пишем сайт с нуля. Это сайт довольно сложный в социальной сети, где будут друзья, где будет фолловинг, где будет добавление, удаление, где будет комментирование, сложные комментарии и так далее. Профили, ну, посмотрите. Иными словами, после этого любой простой сайт напишите и так. Ребят, основная задача курса это научить вас работать с документацией. То есть, писать по документации, понимать ее. Зачем мы сейчас пишем тест? Тест для новичка, как я сказал, соберет ваши знания в кулак. Также этот курс по джангу является практическим примером, как работать с системой работы с кодом. Это единственное, что вас может тормозить. То есть, а потом, а работает хорошо, а не понимаю хрен с ним, это и есть ваша система работы с кодом. Не удивляйтесь, через год, два, три, вы будете стоять всегда на одном месте, пока не измените ее. То есть, код будете понимать, писать не сможете. За короткие уроки, вот, за короткий урок, как поступил я? Да, мы написали форму в блоге. Да, мы написали. Но, может ли форма из пяти строк при создании класса что-то дать разобраться? Нет, не может. Тогда мы пошли дальше. Мы далее написали еще одно приложение и расписали форму. Этого тоже мало. Потом, вот, на потом я остановлюсь и уже продолжу так. Значит, те ребята, которые начали с этого видео, ребята, вы просто получаете доступ и занимаетесь. Так как я сейчас буду перечислять то, что уже знают участники школы. Тестирование становится тем, что собирает все в голове. Поэтому вы смотрите, кто начал с этого видео, просто как метод, да, как изучить джанго. Профессионально, правильно и наиболее быстро. Итак, какие знания нужны? Первое, ребят, школы, смотрите, мы с вами написали несколько форумов. Написали, написали. То есть, наше приложение с форумами работает. Я вам сказал, этого мало. Далее, мы с вами пошли в документацию форум. Так как нам, как я это объяснил, что нам надо предстоит написать сложную форму. Да, и надо об этом представлять. Почему? Мы пошли в документацию и открыли форму. В чем была наша задача? Собрать в форме все вокруг API. Первое, то, что мы разобрались, вы вспоминайте, я вам говорю по ходу, что мы делали. Научились различать аргументы и методы. Подключили Жупитер. Подключили Жупитер. Далее, вспоминайте. Далее, мы с вами зашли в исходный код. Разобрались, как передаются данные форму при помощи аргументов, чтобы нам отличать аргументы и методы. Почему? Потому что в API форум все сброшено в одно. То есть, мы должны, как программисты, понимать, где перед нами метод, где перед нами аргумент. Аргументы это то, что, напоминаю, аргументы это то, что передается в саму форму. Методы это то, что мы используем при написании самого представления. То есть, мы с вами написали. Писали мы тоже довольно необычным образом. Когда мы доходили до определенного метода, допустим, CleanItDate, мы что делали с ним? Работали, чтобы понять его полностью. То есть, начинали прорабатывать. И я вас не зря к этому вел. Почему? Потому что именно в тестировании мы будем использовать API. Не может быть тестирования без понимания API. Не может быть тестирования просто вслепую, если мы не понимаем, что делать. То есть, нам надо четко понимать, что работать. Поэтому я говорю, тестирование само у нас соберет все в голове. Почему? Потому что, кроме этого, мы будем при проверке формы, далее, да, проверять варианты. Зачем нужно тестирование? Три причины я назову. Я не буду называть причины, чтобы лучше было приложение и так далее. Я говорю, для новичка. Для новичка тестирование нужно, чтобы освоить любой продукт. Вот здесь есть видео, как я говорил, посмотрите также. В 100 раз быстрее выучите Python Spy Test. Почему? Потому что, когда мы пишем тест, нам надо понимать, что мы будем делать и что мы хотим получить. Понятно, для того, чтобы понимать, что делать, надо знать, чем оперировать. Посему, вот то, что мы прошли материал, писали формы, работали в Jupiter с API. И я вам давал домашнее задание, у вас собралась определенная база. Теперь нам тест поможет все это собрать в голове до кучи и переосмыслить, осознать, как работать вообще с формами. Это у нас будет прекрасная, у вас будет платформа для старта дальнейшего развития. Все, дальше уже к профессионализму. Почему? Потому что все понимаем, дальше хочешь делай, хочешь нет. При тестировании формы мы будем опираться конкретно на документацию. Почему? Давайте коротко перечислим, какие нужны знания. Еще раз. Первое. Знание, то, что мы делали по написанию форм. Раз. Знание нескольких видов по написанию представления. Мы с вами писали на классе форму. Мы с вами писали форму на представлении. Если вы помните участники школы, у нас была проблема, да, когда я сказал, мало кто использует, да. Это методы форм, да. И получается, что в данном случае, зачем мы написали метод? Мы написали метод для того, чтобы если человек ведет дату не сегодняшним числом, то он просто форма не отправится. Но у нас метод не работал. Ну, мне же надо было вам дать задание. Я надеюсь, что вы его поправили. Но я уверен, что и вы его поправили очень большим трудом. Хотя в тесте это все вылезло буквально быстро. Я вам просто продемонстрирую это. Когда открываете тест, то это было бы исправлено в течение одной минуты. Поэтому мы исправим эту проблему и допишем наш кусок представления для того, чтобы дата наша работала. Следующие знания, которые нам нужны, это работа в Jupyter. То есть то, что мы проделали в Jupyter, я давал вам домашнее задание, должно было быть проделано. Если это не проделано, то смысл. Смысла нет. Из чего мы будем брать данные для написания тестов? Только из API. Иначе думать нам нечего. Если мы даже не заходим, не знакомы. А ведь большинство школ, где преподают, они же обходят документацию. Они пишут там с конспектов всего. А зачем, ребята? Есть документация, которую можно проверить, понять, как мы с вами сделали. И легко усвоить. А дальше ей пользоваться в процессе. Чем выгодно, еще скажу один момент, чем выгодно отличается тестирование? Для тестирования формы нам совершенно не надо ни URL, нам не надо не писать шаблоны. Нам ничего не надо. Нам надо просто сама форма и тест. Все. Мы протестируем, и это будет 100% надежно. Правильно. В данном случае мы понимаем, что мы делаем, и у нас небольшая форма. А представьте, когда у вас десятки строк кода. Конечно же, без тестирования просто не обойдешься. Еще знания, которые вы должны были пройти. Ребята, я в школе, я надеюсь, есть раздел тестирования, где перед вами стояла задача какая. Это тоже есть в описании видео. Научиться понять работу PyTest и научиться выводить трассировку теста, то есть которую вам нужно. Эти знания должны быть уже отработаны. Следующий момент. Я надеюсь, что вы используете систему работы с кодом. То есть Django курс, я показываю сам курс как практическую работу системы работы с кодом. Что это такое? Система работы с кодом, я здесь рассказал на примере входа в классы. Это так, как мы отрабатываем код. Если проходит месяц, два, три и кода, который вам понятнее, не становится больше, то система работы с кодом никудышнее. Допустим, мы когда с ребятами в школе писали представление, разбирали каждую строчку. Я думаю, те, кто прошел мои уроки по форуму, четко понимают, что где и может легко использовать. Но давайте же сделаем круто, чтобы тест все собрал у вас в голове. Итак, на этом я заканчиваю. Те ребята, которым интересен мой подход, посмотрите эти уроки, посмотрите по сайту. Там есть ссылка на получение доступа. И занимайтесь в удобное время, пока не получится. Все обязательно получится. Доступ пожизненный. По крайней мере пока. Со временем буду все равно вводить доступ ограниченный по времени. Но те, кто получил пожизненный, понятно, что для него он и останется. Все, ребят, спасибо, все получится. В следующем уроке приступаем к практике.